Всем привет! Вот и пришла пора новых распаковочек. Поехали! Итак, здесь у нас горка SMD-выключателей. Пригодится для ремонта различной техники. Так, здесь у нас целый пак резисторов с кучей различных номиналов. Вот так это всё красивенько выглядит. Вот такой пак резисторов. Отлично! Пополняю свои запасы резисторов. Вот такой пак. Кстати, у них очень неплохая цена у этих резисторов. Взял их получивающим выгодно. Очень мало за них заплатил. Это транзисторы MOSFET в SMD-корпусе. Эти транзисторы я обычно использую в стабилизаторах напряжения. Потому что они имеют возможность управлять большими токами, малое сопротивление. В общем, хорошие транзисторы. Я их часто применяю. В догонку резисторы. Не хватало у меня определённого номинала. Дозаказал потом отдельно ещё. На 910 кВт. И понадобились мне заказать их. Забыл. Пришлось отдельно заказывать. Пак конденсаторов разного номинала. Но это нужны какие-то. Ищешь потом по платам. И каш мультиметром. А так сразу же есть наборчик конденсаторов разного номинала. Какие хочешь. Еще понять что здесь написано. 220 пикофарад. 330. 33 пикофарада. Похоже 20 пикофарад. И так далее. 2.2 NF. В общем, хороший наборчик. Мне он явно пригодится. Потому что часто нужны разные номиналы. Искать по платам. И выпаивать. Бушные. Потом непонятно в каком они состоянии выпаивать. Тоже не вариант. А так вот. Есть хороший наборчик. Наконец-то ко мне пришли новые щупы. Потому что старые уже под износились. Я брал чисто с таким остреньким носиком. Интересно, какое у них сопротивление. Допустим, возьмем на этом тестере. В этом мультиметре. И проверим. Вставляется оно очень тяжело. И не до конца. Да, для этого мультиметра они не подходят. Попробуем на этом мультиметре. Примерно 0,5 Ома сопротивления. Вот так туда вставляется. Только что-то мы так... О, да, точно. Вставляется. И теперь тут крокодильчик есть. Удобно. Вот только я не угадал немножко с разъемами. Практика показывает, что вот такие разъемы у меня плохо держатся. Качество сразу скажу вам не очень. Точно скажу, что такие же я повторно покупать не буду. Попробуем на вот этом более точном тестере. Сопротивление у них 0,33 Ома. То есть, на самом деле, это еще вот этот тестер врет. Поэтому эти щупы имеют сопротивление вот такое небольшое. 0,33 Ома, ну-ка, 0,3 Ома. В принципе, меня это устраивает. Но вот качество их меня... О, это что такое? Смотрите, брак небольшой. Ну, главное, что остренькие. Мне как раз остренькие нужны были. Буду их использовать. Итак, что здесь у нас? Так, друзья, я нашел, что это за микросхемы. На самом деле, это здесь маркировка не совсем верная. Потому что они подписываются так. Так, SI 4562. Ну, а дальше уже не важно. Можно там DY написать. Это MOSFET. В одном корпусе находятся два MOSFET. N и P-канальные. MOSFET очень мощные. Рассчитанные на большие токи. Конечно, вещь хорошая. Но только я их заказывал. Вы не поверите. Еще в прошлом году, наверное. То есть, в 2019 году. Или зимой я их заказывал в этом году. Или зимой до Нового года. Ну, в общем, я их заказывал очень давно. Поэтому я и сейчас не мог понять, что это мне пришло за микросхемы. Но, вот так или иначе, посылка пришла спустя столько месяцев. Меня это даже удивило немножко. Хотя я уже даже и забыл про них. Прикольно. А здесь BMS-плата. Так, эта плата, рассчитанная на 40 ампер. Здесь так и написано. В версии 2.0, 40 ампер, 12.6 вольт. То есть, на 3 аккумулятора по 4,2 вольта. Я хочу сделать себе аккумулятор 12-вольтовый и подключить его к бесперебойнику. У меня очень много литьеных аккумуляторов. И со всего этого я хочу собрать себе аккумулятор для бесперебойника. Потому что покупать новый я не вижу смысла. Ну что ж, будем собирать и будем пробовать. Так, а здесь у нас плата ESP32 с впаянной гребенкой. С одной стороны, это хорошо, что она впаяна. Не нужно паять, а с другой стороны, а не всегда эта гребенка и нужна здесь. Так что, нужно выбирать так, чтобы он был удобнее всего. Что у нас здесь имеется? USB-TL конвертер. Скорее всего, у нас CP2102. Да, CP2102. Стабилизатор напряжения. AMS1117, который жрет электричество немерено. И поэтому подразумевает, что работа будет от какого-то источника, который явно не автономный. То есть, не от аккумулятора, а от чего-то такого блока питания. Потому что AMS1117 это самый неэкономный стабилизатор. Так, здесь у нас две макетные платы BM-102. К сожалению, тут как попадешь, не знаю, видно вам или нет. Короче, она вот такая вот дугой сделанная, косая. Это кошмар просто. Так, попробую как-то это... Даже не знаю, как это показать. В общем, если приложить линейку, то вот здесь вот яма. Блин, ну вот это как попадешь. Бывают нормальные попадаются бредборды. Ровные, а бывают вот такие вот кривые. И потом не знаю, что с ними делать. В общем, неудобно с ними работать с кривыми. Хотя в целом они рабочие, но... Ну вот, то же самое. Короче, две платы. Обе кривые. Что сделаешь? Китай есть Китай. Ну, бредборд есть бредборд. Это расходный материал. Изнашиваются. И время от времени нужно менять. Что ж, буду пользоваться? Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok